дорогие друзья анжел вас приветствует на своем рукодельном канале в этом видео хочу вам показать ознакомить вас со своей работой я думаю что кто досмотрит до конца увидит окончательный результат хочу немножечко такое внести предусловие о этом наборе и вообще почему такой сюжет я выбрала для торопыжек включайте скорость воспроизведения побыстрее кто хочет увидеть результат прокрутить до конца видео а кому интересно повышевать и повязать под мое видео послушайте о чем просто я хочу вам рассказать история такова что в свое время наверное года три назад как пана выпустила такой сюжет когда я натыкалась на видео девчонок когда они вышивали такого своего рода ботанические сюжеты на разные темы я понимаю когда вышивают там допустим розу там луковицы тюльпанов или еще что-то мне как-то было интересно да потому что ботаника тема такая своеобразная поэтому но когда я натыкалась на видео что девчонки вышивают чертополох я как бы в мыслях у меня пробегали такие мысли дом зачем девчонки вышивают сорняк но столько времени потратить но живая на свете уже столько лет всегда убеждаясь в том что никогда даже не допускаю мысли в голову чтобы кого-то осуждать или думать вот даже допускать того что кто-то делает что-то не так а ты это как бы не воспринимаешь не нужно к этому относиться так потому что вселенная обычно посылает тебе обратно этот бумеранг для того чтобы ты поняла для чего и почему и как но суть то не в этом суть в том что никогда у меня в мыслях даже не было что я буду вышивать этот сюжет и почему же я взялась за этот набор сейчас вам немножечко подробно расскажу кто на моем канале давно и следит за моими работами в курсе что я вышиваю сюжеты и использую их в так скажем прикладных изделиях для того чтобы вышивкой пользоваться и она приносила удовольствие и в очередной раз мы я вам же рассказывала что мы используем для заваривания чая очень много трав мы используем сайт на котором мы заказываем большое количество трав для чаев специи и тому подобное на этом сайте мы заказали с дочерью расторопшу кто в курсе что такое широт расторопши он знает она также продается в аптеке но в аптеке там идет 100 грамм за 100 грамм сейчас цена такая приличная а на сайте где мы закупаем травы для чаев это расторопши есть в семенах и соответственно проще купить в семенах эту расторопшу и самому перемалывать так как широты выполняется из семян расторопши вот так выглядит сама упаковка здесь килограмм а мы таких покупаем два-три пакетика и выглядит она вот такими вот маленькими бочон очками я конечно забежала все вперед но в очередной раз заказав на этом сайте три килограмма такой расторопши и она уходит у нас быстро довольно таки потому что я ее употребляю и дочь моя по три раза в день по чайной ложечке поэтому в аптеке не накопишься а вот такими семенами самое том и конечно вот не очень-то желательно держать в таком пакете как я уже говорила семена орехи и так далее и я решила что я выполню мешочек и и что же на этом мешочке вышить ну конечно расторопшу но вы скажете каким боком здесь чертополох оказывается расторопша это сестричка как говорится из семейства чертополоховых и очень 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 схожи на чертополох практически идентично одно единственное что там листья они абсолютно отличаются когда я видела что девчонки вышивают чертополох я даже не в курсе было и даже не углублялась в эту тему зачем вообще все это нужно и глядя на этот чертополох я всегда вспоминала не очень-то с любовью к нему относилась почему потому что летом мы конечно любили когда он зелененький вот эти вот бутончики они начинают превращаться в такие мягенькие колючечки мы лепили всевозможные разные корзинки разных фантастических зверей но это как бы были такие положительные эмоции но когда босиком гуляя по траве я наступила на такой сухой чертополох это еще то удовольствие скажу вам два часа выковыривать оттуда колючки было не очень то и это запомнилось поэтому когда я видел этот сюжет я думаю зачем этот сорняка зачем его вышивать и еще такие воспоминания были о том что я на него наступила но когда коснулась того что мне нужен шочек для расторопшие я давай гуглить и смотреть как выглядят чертополох это расторопшие оказывается что она выглядит так же как чертополох и тут на память у меня вспомнилось что девчонки вышивали вот такой вот сюжет который я сторонилась и даже не брала во внимание и я нашла перри набор схемы в хомячки по моему вконтакте я скачал оттуда схему но оказалось что там очень большое количество ниточек потом я загуглил и посмотрела сколько стоит набор и он там что-то рублей 500 вышел по моему в леонардо и ниточек очень много и если там идут и нитки по моему пнк аминь кирова а нет гамовский держатель гамовский скорее всего что по этот как его ниточки идут здесь все-таки пнк кирова я так думаю потому что мне здесь одной не хватило на оформление боковых частей и я взяла у себя нашла и и так как здесь 20 чем-то ниточек и покупать каждый моточек мне бы вышло бы дороже ну так скажем да или это если это гамма по номерам потому что в перри наборе были даны ниточки гамма я думаю чтобы не покупать я думаю куплю набор потому что там будет и канва и нитки и мне эти остатки там не так много будут потом куда девать вот эти в моточках у меня и так уже две полные палитры и еще остатков много я все пытаюсь от этого избавиться ну и в общем я купила короче набор здесь была белая канва какого у нас тут каунта работа 20 на 30 и и размер я тут не вижу но 20 на 30 а вот не вижу с ткань какая ну в общем это не суть я заменила канву белую на другого цвета 50 процентов как я вышел а это вышел этот сюжет смотрю на этикетки здесь на превью написано что чертополох это символ богатства и благородства тогда я поняла зачем вышиваю этот ботанический сюжет девчонки то есть когда я читала про расторопшу соответственно там писали про чертополох когда я уже начала интересоваться этой темы оказывается чертополох на руси вешали в углах дома засушенный это отгоняло плохие энергии и так далее да как обычно на руси было это принято чтобы не было никаких в дом вхожих злых духов и тому подобное я тогда когда уже увидела еще эту надпись здесь внизу я-то это до меня дошло что зачем все это нужно но и в итоге покажу что получилось все таки у меня как я заменила канву на вот такое вот я решила что я возьму цвет травы и засохший такой скажем так поле да то есть поле цвет поля и я заменила на с белой на вот такой вот цвет и как я вам уже сказала что чертополох очень похож на расторопшу я скажу вам что они идентичны и по цветочкам есть конечно немножечко отличие как и бывает в растениях здесь более сиреневая и более розовая есть где-то более бордовая то есть они практически одинаковые одно единственное что у них листья я вставлю фотографию они более не такие засушенные острые а немножечко более такие распластанные и на кон на сами листики сбрызнуто будто молоком сбрызнуто сверху вот они более такие широкие и такие полосочки крапочки вот этот листик немножечко похож но он здесь как бы свернута так вот наружу да они более такие распластанные я вставлю фотографию кто увидит увидит что разница небольшая и сюжет чтобы вышить абсолютно одинаково чтобы это было также как расторопша я не видела смысла я думаю что у нас даже производители никто такую схему не разрабатывал и я взяла за основу чертополох так как он очень похож я уже буду понимать что расторопша это как бы сестричка чертополоха так скажем но они из одного семейства то есть это одна семья как говорится поэтому за основу я взяла эту схему вышла я так как работа большая мне конечно хотелось бы чтобы она была бы вот так вот поменьше потому что мешочек по идее мне не должен быть очень здоровый и огромный я люблю когда все таки шнурок у меня находится повыше чем сама канва потому что если здесь присобирать у меня здесь вся работа будет присобираться и это будет стягиваться поэтому такая приличная работа здесь я даже сантиметров ну наверное действительно под под 30 сантиметров выходит получается и по краям я здесь выполнила такую полосочку брала я эту полосочку из книжки книжку а то я уже вам показывала это швы и стишки у кого нет этой книжки советую очень советую потому что здесь столько всевозможных разных идей и я брала вот из такой вот как бы скажем лицевой такой части глава оглавление бордюры и швы здесь идут и вот этот вот этот сюжет сюжет но как бы полосочка да вот эту вот полосочку я выбрала отсюда сделала выполнила вот эти вот но в одном порядке только потому что здесь ниточки идут в шесть сложений скорее всего такие толстенькие я взяла немножечко потоньше потому что использовала я эти нитки ну и она у меня получилась вот таким вот образом конечно если бы если бы я бы захотела чтобы у меня он был шире можно было еще дополнительно какой-нибудь козлик вот так вот выбрать но я не хотела чтобы кто к ткани вот здесь вот шел такой зигзаг ну в общем эта книжка в помощь я очень довольна этой книгой использую ее очень часто мне очень нравится то что я поменяла однозначно цвет канвы это вообще однозначно потому что во первых это будет храниться на кухне белые мне не очень-то хотелось это раз во вторых это реально как в поле так скажем и написала я здесь этим шрифтом где я использовала этот шрифт это от девочки которые я покупала авторскую схему ореховый сэмплер мне нравится там буковки как она там преподнесла их сам шрифт алфавита очень мне понравился вот и я написала здесь именно вот так стоя потому что был еще вариант написать вот здесь расторопши но я не знаю как у меня выйдет здесь наверху сама сам мешочек наверху и эти буквы будут присобираться поэтому здесь будет всегда наполнено и будет видно но мы будем и так знать что здесь расторопши находится ну и сама полосочка вот как я уже показала я здесь делала только в одностороннем порядке можно было конечно другой цвет выполнить змейкой в другую сторону туда бы наполненную наполненность была бы одинаково но другим цветом но я решила именно вот так сделать вышивку я уже постирала погладила быстро высохло все я я всегда стираю и глажу я хочу быстро видеть работу вот именно как говорится уже от глажен скорее всего что перед тем как шить мешочек я здесь наклею флизелин вот еще кончики посмотрю чтобы нигде ничего не торчало вот ну вот такого плана я вот это все уберу или вот в эту сторону отглажу что еще хотела сказать по этой работе значит то есть я когда загуглила смотрела какой мне выбрать сюжет сам чертополох вышивать да есть еще один дизайн я не знаю кто автор и там расторопша в таком ведерке красивым красивый сюжет мне очень понравился но там очень много вышивки почти много заполненности я считаю что для мешочка это ну как бы чересчур много и по времени заняло бы больше лишние там ведерко мне не нравилось я если найду вставлю сюжет где-нибудь тут сбоку в экранчике этот мне сюжет понравился но там слишком много вышивать я и так хотела я как-то вот вышила вот так вот стебель то есть продолжение вот этого бутончика да вот так вот и можно было вышить вот вот так без этого листика ну конечно было бы так немножечко как будто сорвали да ну я думаю ладно да вышивая вот эти два листика пусть будет таким полноценным скорее всего что я здесь выполню круглое дно не овальная круглая вот таким вот образом здесь уберется вот так я думаю что на два пакета на три возможно как бы нормально будет я конечно думала что он будет выше но не знаю может быть добавить еще сбоку здесь что-то чтобы он был пошире но я думаю знаете когда смотришь кажется мешочек будет маленький но когда он еще округляется дно и ты туда насыпаешь тебя получается что почти килограмм вот так вот засыпать поэтому я думаю что я его выполню просто чуть-чуть поуже он будет повыше здесь я хочу все-таки ткань чтобы у меня была вот так вот повыше и сам шнурочка затягивался наверху меньше затрагивалась сама к-2 ну практически все рассказала не сильно много что показала маме показываю вот где-то вот так вот работа у меня была вышитая спрошу как ты думаешь что это такое что ты делаешь я говорю вот вышивая гру что это она грит это артишок я горда а немножечко вот похоже если убрать вот этот вот цвет да похоже на артишок потребляет его в пищу вот таким образом да мне вот эти бутончики очень нравится здесь такое сочетание оттенков супер здесь такие бленды интересные значит идет зеленый и сиреневый цвет но очень здорово работая скажу что я бы не сказала что она легкая вот и берешь один цвет и вышиваешь нет здесь поста найдет замена ниток почему-то когда я делала бэкстич и вот эти бленды попадаются я почему-то вспомнила свои многоцветки и подумала почему же все боятся многоцветок там уже ничего страшного нет там вышиваешь крестиком просто-напросто и все а здесь вот работа довольно таки и более сложно потому что ты во первых меняешь постоянно цвета во вторых бленды нужно как бы смешивать и еще и бэкстич то есть ты работу практически выполнил но бэкстич я скажу вам здесь тоже как бы нужно постараться потому что когда идет смешанные оттенки и их практически незаметно вот попробую угадать где нужно сделать вот эти вот штуки мне помогла схема в перри наборе в кростич сага там меняешь как бы цветовую палитру и остается один бэкстич ты его видишь более четко ну что теперь сейчас буду прикладывать тканюшки не знаю какую выбрать можно здесь вот такого темного оттенка можно выполнить вот более светлая салатовая и сейчас буду копаться в своих запасах посмотрим что у меня из этого получится ну и конечно кто досмотрит до этого момента через пару минут и секунд вы увидите готовый результат мешочка ну что дорогие друзья для вас одно мгновение я провела пару часиков за машинкой и сшила все-таки свой мешочек на этот раз он конечно у меня получился узковатый как я и думала что он у меня выполнится узенький но посмотрим сколько у меня здесь вместится получился он у меня быстренько хорошо как говорится работа шла как по маслу потому что кто знает из расторопши тоже изготавливают есть вытяжка семян масло изготавливают но кому интересно загуглите сейчас очень много информации расторопша пятнистая как использовать широт для своего рациона да сколько можно применять этот курс какие есть противопоказания но что хочу вам сказать что как говорил травник гордеев чтобы отравиться травами и дарами природы которые нам земля матушка для нас взращивает очень 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 сложно поэтому все что у нас в природе есть все что у нас растет несмотря на то что я думал это сорняк никогда не думала что когда-то я буду пользоваться плодами этого сорняка да то есть семи семенами это это расторопши до сорняка как я думала на тот момент и он будет приносить такую пользу почитайте очень много информации почитайте как можно использовать как можно применять я думаю что знаете очень много медиков которых вам порекомендуют просто таблетки но потому что как бы не каждый врач вам будет говорить что идите соберите сделать и так далее есть простой вариант пойти в аптеку и купить но для тех кто как бы следит за своим здоровьем и желает как говорится провести свой остаток жизни более менее здоровым пересматривать свое питание и все остальное мы очень давно этим пользуемся я так например практически не ем никакой гастрономический мусор поэтому очень слежу за своим питанием поэтому рекомендую заходите смотрите и что хочу сказать никогда не думала поближе сейчас покажу вот как выглядят сами семена никогда не думала что вот такие вот замечательные вот бочонки вот такой вот бочоночек имеет в себе столько 300 микроэлементов микро и макроэлементов там можно очень основное вещество это сельмарин кто будет использовать широт нужно его сразу употреблять как вы его перемолите поэтому тот который продается в аптеке соответственно он будет не таким полезным потому что это вещество она улетучивается через какое-то время я короче отвлеклась многое чего не буду вам говорить я конечно хотела зачитать называется расторопшая пятнистая еще майрины колючки это семейство астровых но я как бы сказала что из одного семейства чертополуха но это практически одно и то же астровы это семейство рот чертополуха так далее это можете прочитать все конкретно в википедии сейчас есть и кому кто заинтересовался заходите читайте сейчас информации всего очень много так с другой стороны у меня вот такая ткань как я выполнял на подушках мне остался целый лоскут и по бокам я выполнила вот такие полосочки розовые чтобы такой кантик я так полюбила эту технику я не стала делать его вот шире можно было вот выполнить вот так до боковые части чтобы было еще здесь вот такая ткань зеленая да а потом сзади с той стороны кусочек ткани я решила что пусть он будет вот таким узким довольно таки он у меня длинненький получился вот вот такого плана у меня на данный момент сейчас два килограмма и капелюшка вот еще есть вот видите я не ввожу в заблуждение мы реально я его употребляем с регулярной частотой там курс по моему три месяца потом нужно делать перерыв ну у кого что как и он довольно таки у нас быстро уходит и у меня два килограмма и чуть-чуть я думаю что вот где-то вот так вот заполнится может быть нет я не не скажу сейчас точно буду засыпать и смотреть какого у меня в этот мешочек поместилась но в первый раз мы взяли три килограмма я думаю что потом мы будем просто докупать для того чтобы его не хранить в таком пакете вот такой замечательный получился мешочек внутри у меня вот такой вот горлышко потому что я буду присобирать мне хочется чтобы здесь не зеленая было и в середине как я обычно у меня еще есть куча этой ткани это тик для наперников был когда-то со времен ссср я уже говорила у меня очень много его мама как-то мне закупала очень большое количество у меня до сих пор в запасах есть я его использую потому что он не будет пропускать пыль и или либо какое-то загрязнение и не будет пачкаться вышивка потому что эта ткань очень 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 плотно она аж так хрустит стираешь она мягенько потом когда гладишь там переплетение ткани само такое очень из его рассматривать она очень 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 плотно и ну прямо нет говорится даже можно сказать когда так отберешь воду она вот очень плохо проходит через эту ткань ну что хочу вам сказать еще вот такой у меня еще родился еще один мешочек но и давайте я все-таки насыплю посмотрим как это у меня получилось ну и как раз что я говорила как раз вот эти два килограмма и немножечко поместились абсолютно вас получился вот такой вот мешочек сейчас я насыпал и подумала что возможно он будет чуть чуть неустойчивый да но я не думаю потому что он идите такой вот прям набитый он был полненький я его немножечко утрамбовала ну то есть как бы потрусила да и семена все осели я очень довольна что поместилось его можно поместить где-нибудь на полочку на кухне и вот вот этот чертополох будет выполнять что у нас там было написано да для богатства и достатка да с другой стороны как в русских домах ставили весь повесили чертополох в углу для того чтобы не было никаких а то есть он будет нести несколько функций другой стороны я выполнила вышивку который никогда не думал что буду вышивать в третьих я выполнила еще один мешочек в мою коллекцию и четвертых он будет внести такую полезную функцию которая будет хранить там семена расторопши которые не должны находиться в пакете потому что там находится и масло и все такое прочее вот вот такие вот замечательные зернышки это просто чудо природы вот тебе и сорняк теперь я не буду думать о том что я наступила на колючку и выковыривала колючки я буду думать о том что она приносит пользу и я думаю что когда этот мешочек будет немножечко уменьшаться да я буду знать что где-то вот так значит остался где-то килограмм чик можно будет еще купить килограмм два да то есть вот наполнять заполнять этот мешочек вот вот такая получилась прелесть ну знаете вот никогда не говори никогда вот что получилось я довольна сейчас покажу тоже точки потому что она у меня была инициатором покупать это на килограммы и перемалывать она за этим следит перемалывает насыпает в баночку мы по чуть-чуть перемалываем и буквально сразу употребляем и там есть если вы почитаете кому интересно используется абсолютно все то есть вот эти семена они находятся вот в этой коробочке вот этими пушинками которые после того как цветет этот цветет расторопша да вот этими семенами они становятся как ну наподобие как у одуванчика это все рассеивается за растение однолетние двухлетние растет она до полутора метров то есть вот эти могут можно использовать в сыром виде когда они только побеги используются вообще для лечения и стебли и корни и есть и настойки то есть это реально то что нам природа подарила это специально утрачивается стирается из нашей памяти это убирается сжигаются книги которые уничтожаются литературы которые написано в которой написано где это как это используется хорошо вот еще благо есть такая информация где мы можно можем и и ей воспользоваться мне так хочется многое что рассказать но к сожалению у меня мысли толкаются я не могу сформулировать все предложения и то что мне хотела сказать почитайте советую рекомендую даже для профилактики потому что мы едим в нашем питании очень много токсичных веществ как говорится а очистить печень и органы которые способствуют ее работе очень полезно все не буду больше загружать вас всякой информации вот такой вот у меня получился мешочек остался мне еще маленький кусочек тканюшки вот так вот у меня ленточка появилась кстати вставлю здесь фотографию я здесь хотела еще дополнить розовым но попробовала мне не понравилось очень долгая там истории потом терялись вот эти полосочки поэтому я решила что я оставлю вот просто так вот такая получилась у меня вещица еще очередной мешочек на мою кухню и я с вами попрощаюсь всем до новых работа новых встреч читайте получать информацию которая есть если вам было полезно то что я говорила то мне будет приятно чтобы построили не только мою рукодельную работу но и что-то узнали нового и вообще как можно использовать вышивку для прокладной вещи всем до новых встреч пожелаю всем хороших легких крестиков кто вышивает легких петелек то повязал под мое видео и хороших новых идей тот кто шьет всем пока до новых встреч до новых работ и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok